Надежда Николаевна Старикова. Пожалуйста, ей слово. Спасибо большое. Добрый день. Приятно видеть здесь, я бы сказала, совсем незнакомые лица, потому что обычно на такие специализированные мероприятия приходит узкий круг революционеров. Сейчас у нас широкий круг, это хорошо. Хорошо. Наверное, будет правильно несколько слов сказать о состоянии литературологической славянистики в Российской Федерации, чтобы было понятно, чем мы сегодня можем гордиться. Систематическое изучение славянского языка в тогда еще Советском Союзе началось в Московском государственном университете в 1971 году. В 1971 году на кафедре славянской филологии раз в пять лет набирается группа славянистов, то есть тех, кто специализируется по славянскому языку, славянской литературе и культуре. Можно посчитать, сколько нас таких в 1971 году уже существует, сколько поколений. Ну и, собственно говоря, именно благодаря тому, что появились специалисты, знающие славянский язык, начала развиваться славянистика лингвистическая и литературоведческая. Дальше, так сказать, свое научное место и лингвисты, и литературоведы, специалисты по славянии, находили в ведущем, ну так сказать, головном научном учреждении славистическому Российской академии наук, который называется «Искус славянской литературы». Открылся он в 1947 году, и достаточно быстро, с начала 50-х годов, там началось изучение славянских литератур, и, так сказать, тогда, на том этапе, словеней занимались еще не специалисты, собственно, не знавшие язык, занимались юнословисты. Я обязательно должна здесь сейчас назвать имя Екени Ивановны Рябовой, первой, первого специалиста по славянской литературе в России, ну, в Советском Союзе, так не будет правильно сказать, так, она, собственно, была первопроходцем. Второе имя, не менее важное, это Майорина Шнарыжова, это славянистка из Санкт-Петербурга, которая недавно, к сожалению, ушла из жизни, долгие годы оставала старейшим действующим славянистом в Российской Федерации. Значит, еще раз повторю, имя Майорина Шнарыжова, очень, так сказать, тоже крупный специалист по славянской литературе, переводчик, и вообще, надо сказать, что большинство современных славянистов, они люди в нескольких ампулах, потому что им приходится изучать, переводить и художественные тексты, и научные тексты, ну, иногда и преподавать. В данном случае я как раз так учуя, это сидит на многих студиях, я изучаю, перевожу и преподаю. Ну, и вот, собственно говоря, благодаря тому, что сложилась уже научная подготовленная традиция изучения славянской литературы, стала возможность, так сказать, возникла возможность появления новых исследований и новых, так сказать, новых книг, новых монографических изданий. Но прежде чем, так сказать, говорить о монографических изданиях, я хочу представить, вот сейчас переключится, я хочу представить вот это издание, которое абсолютно раритетно, ну, я бы сказала, не только во всем славянском мире, но и в Европе. Значит, в Словеноведении выходит альманах, который единственный действительно в Европе, который называется «Словеника», и который посвящен исследованию Словении, ну, так сказать, с трех основных точек зрения истории, культуры, языка, ну, и литературы, в данном случае литература входит в понятие культура. Этот альманах выходит с 2011 года, это вот четвертый выпуск. Как правило, он бывает привязан к какому-то научному мероприятию, соответственно, этот, вот, эта четвертая Словеника была привязана к научной конференции о российско-славянском отношении в XX веке, собственно говоря, и очень большая ценность этого номера, этого выпуска, в том, что там очень репрезентативный ряд славянских ученых. Этот альманах выходит на русском языке, соответственно, статьи славянских коллег переводятся на русский язык, но это довольно интересная, так сказать, выборка. Правда, там широкий диапазон этих, так сказать, российско-славянских отношений, это касается истории, история начинается с Первой мировой войны, и там об этом идет речь, и о эпохе Тита идет речь, и потом о некоторых, так сказать, культурных связях, о довольно интересных явлениях. Ну, в частности, есть очень интересная статья молодого российского словениста Александра Красовец по такому интереснейшему явлению славянской культуры, которая называется «Новый славянский куст». Это такое направление, такой вектор в искусстве современных 90-х годов. И, скажем, моя статья, которая посвящена, так сказать, ну, некоторые происходили почти археологические раскопки, выяснилось, что журнал «Лоская иммиграция континент» в некоторых своих номерах публиковал переводы славянских поэтов-диссидентов. То есть это такое, ну, пожалуй, в данном случае, еще раз хочу подчеркнуть, что это очень уникальное, конечно, издание, потому что больше не только в Российской Федерации, но и в других славянских странах не существует изданий, посвященных только славянистической проблематике, в университетном направлении. Теперь, что касается двух книжек, которые сейчас стоят передо мной, ну, я думаю, что я пойду в данном случае по хронологии, по хронологии содержания. Значит, одна книжка, как вы видите, называется «Славянский роман. Последние третьи XX века как исследование человека и его аренды жизни». Эту книжку написала Юлия Анатольевна Сузина, которая, вот, к сожалению, как выяснилось, плохо себя чувствует и не смогла ее презентовать, которая руководит, собственно, центром славянских культур, на территории которой мы сейчас с вами находимся. И, кроме всего прочего, вот она как раз профессиональный славянист, она заканчивала Московский государственный университет как славянист, и работает она тоже на институте славянного ведения. Эта книжка посвящена, ну, фактически, образом главных героев в славянском романе 70-х-90-х годов с некоторой такой попыткой классифицировать, так сказать, герой. Ну, тут понятно, что всегда любая интерпретация чего-либо, она в литературалической науке, она достаточно субъективна. Я вам озвучу просто главы этой монографии. Монография состоит из семи глав. Первая глава посвящена, ну, так сказать, контексту, подходу к исследованию проблематики жизненного материала. Вторая глава посвящена развитию славянского романа последней трети XX века, его инволюции, к вопросу о развитии славянского романа последней трети XX века в европейском историко-литературном контексте. Это такая попытка проследить, как славянский роман, в какой степени он следовал европейским моделям в конкретно вот этот отрезок времени. Третья глава посвящена классификации типов героев в романе, соответственно, их идейная художественная функция. Ну, в данном случае речь идет, так сказать, Елена Анатольевна выводит такую модель, марионитка, жертва, безвольный механизм или бездушный автомат. И это решается на материале романов до 1991 года, до обретения в Словении независимости. Четвертая глава называется «Славинская автобиографическая проза о трагедии Второй мировой войны, эмоциональной, эстетической рефлексии и историческое свидетельство». И в данном случае речь идет об автобиографических чертах героя такого военного романа. Пятая глава посвящена, собственно, взаимоотношениям автора и героя в автобиографическом романе. Шестая глава речь идет о тех типах героев, которые появляются в романе в канун славянской бархатной революции, то есть в конце 80-х, 91-м году. И в седьмой главе автор делает такой экскурс в 90-е годы, где пытается показать некоторые универсальные составляющие, которые появляются в образах героев после 91-го года. Книга снабжена большой библиографией, включая ранние публикации автора по теме монографии, включая большую научную библиографию, ну и, конечно, именной указатель. Могу сказать, что это, в общем, достаточно большой прорыв в исследовании славянского романа, потому что до появления этой книги была лишь, правда, достаточно большая глава, посвященная славянскому роману, которую написала, к сожалению, уже тоже ушедшая из жизни славянист Наталья Витальевна Масленникова. Это была глава в коллективной монограде, посвященной славянскому роману. Это была глава о славянском романе 70-х годов. Так что это, так сказать, это достаточно важная книга, и будем надеяться, что она будет очень полезна и студентам прежде всего. Что касается моей книжки, второй, которая называется «Литература социокультурного пространства веще-зависимой Словении», вот эта книжка, то это немножко, так сказать, другой угол зрения, немножко другая задача. Здесь речь идет не об одном, каком-то, так сказать, достаточно важном для национальной литературы жанре, а в этой книге предпринята попытка посмотреть на то, что происходило в литературе в целом после 91-го года, после того, как Словецы обрели государственную самостоятельность. У меня есть такая возможность, я не могу этого не сказать. Эта книжка в очень большой степени появилась благодаря тому, что меня все время теребила Галина Яковлевна, мой научный руководитель, большой друг, которая тоже, к сожалению, в этом году ушла из жизни. И она должна была выступить ответственным редактором этой книги. А я не успела ее, так сказать, вычитать до конца, но, несмотря на это, ее имя, они, причем, на две здравомые рамки украшали эту книгу, потому что, мне кажется, что это очень важно. Это такая возможность отдать дань. Это был очень светлый человек, очень много для меня сделавший. что касается ситуации с литературой после ПССС, понятно, это абсолютно не секрет, что литература очень тесно связана с общественной жизнью, с тем, что происходит в обществе, что обычно меняется. и определенные трансформации в литературной сфере произошли во всех странах так называемого постсоциалистического пространства после тех так называемых бархатных революций, которые там происходили. Вот, собственно, задача моя была посмотреть, какие изменения произошли в славянской литературе после 91-го, после превосглашения суверенитета. И, конечно, если мы говорим на фоне развития национальной литературной традиции, 25 лет – это такой ментальный снимок. И это, конечно, такая скорее попытка зафиксировать, чем отрефлексировать. Но, тем не менее. Здесь нужно, конечно, обратить внимание прежде всего на то, какую роль художественное слово, язык и художественное слово на протяжении практически всего существования славянцев играли в их, так сказать, национальной судьбе. Фактически, так сказать, литература на национальном языке легитимизировала нацию. Без нее бы просто не было, без литературы на языке, собственно, не было славянской нации. Поэтому и планка была очень высока, и задача литературы на протяжении долгого времени была, в общем, не литературная, прямо скажем, а скорее даже такая политическая. Дальше произошел действительно, так сказать, произошел большой прорыв в 1991 году путем, демократическим путем, путем плебисцита, причем всенародного голосования с очень высоким процентом голосовавших за нам, до 98 процентов, дошло, словецы, так сказать, выбрали суверенный путь. Прошли через, ну, не очень большие, но все-таки неприятности, связанные с тем, что, так сказать, Белград не сразу их отпустил, прямо скажем, но тем не менее. И, так сказать, стали независимым государством. И, соответственно, возникла ситуация для литературы непонятная, потому что она немножечко растерялась. Она потеряла тот стержень, вокруг которого, на который она опиралась в течение многих лет. И оказалось, надо сказать, прежде всего, так же абсолютно, как литература у нас, оказалось лицом к лицу с законами рынка. Первое испытание, через которое начали проходить, так сказать, славянские авторы, это то, что все поначалу начало, так сказать, мериться исключительно стоимостью. И тогда возникла для них достаточно серьезная угроза. У нас она была, ну, просто Россия огромная страна, Словения страна небольшая. Вопрос выживания связанный с тем, что было очень много переводной литературы, на которую был спрос. Соответственно, и дальше вот, собственно говоря, задача этой книжки было бы смотреть, как литература в итоге приспособилась, каким же образом славянцам удалось сохранить интерес, ну, писателей к писанию, читателей к чтению, хотя, конечно, очень большая проблема для них, так же, в общем, как и для нас, это читательская аудитория. Потому что, когда выяснять по последним, так сказать, данным, я, эту книжку уже, у меня была презентация уже в Словении, и вот там, как раз, специалисты, и в частности, так сказать, социологи литературы назвали, конечно, совершенно катастрофические цифры. 5% населения читает книжки. Речь идет не о студентах, которые, понятно, что они читают, потому что это все-таки, конечно, очень... Для них это достаточно катастрофично. И такая... Я не знаю, правда, если посмотреть, я никогда не интересовалась с нашими социологическими исследованиями в эту сторону, но если посмотреть, какой у нас... Ну, правда, наши 5% с учетом того, что у Словеницы всего 2 миллиона, у нас, конечно, наши 5% несколько побольше, но какой процент у нас людей, которые действительно читают? Ну, вот... Это... Я... Нет, это абсолютная катастрофа совершенно из другой, так сказать, оперы, но мой опыт преподавательский, в общем, 25-летний, говорит о том, что оказывается, сейчас студенты на 3-м курсе, когда им дают список литературы, говорят, что они столько прочитать... Ну, прям динамика, они столько прочитать не могут художественных текстов на русском языке, даже не на иностранном. То есть, это, в общем, конечно... И понятно, что это проблема... Ну, наверное, сейчас уже физиологии памяти, потому что меняется... В связи с тем, что меняется мир и в связи с тем, что есть интернет, меняются физиологические свойства памяти, они не запоминают очень новой информации, да, о том, что, ну, в общем, сложности всякие. Ну, это, прошу прощения, только я... А наболевшим отвлеклась. Значит, можно сказать, ну, если, так сказать, обратиться к композиции моей книжки, то она в каком-то смысле продиктована самой литературной ситуацией, потому что, значит, после 91-го года ну, так сказать, плюралистичность восприятия действительности, плюрализм, становится основополагающим принципом общественной литературной жизни, и отсюда возникает очень такая эклектичная картина в литературе, в литературной инфраструктуре. Поэтому я сделала такую попытку, исходя из каких-то, так сказать, феноменов литературной жизни, каждому из них посвятить отдельную главу. Естественно, начала я, естественно, с все-таки некоторые преамбулы, потому что первая глава называется вместо преамбула поэтик-неракомыслие литературная ситуация в период социализма, поскольку очевидно, что, ну, так сказать, причины, корни той литературной ситуации, которая сложилась в Словении после 91-го года, они искать их нужно в предыдущем периоде. Дальше. Вторая глава называется парадокс постмодернизма и это попытка проследить, в какой мере постмодернизм оказал влияние на литературную практику, на литературную теорию, насколько, так сказать, это было для славянских авторов привлекательно. Пожалуй, наиболее интересно в данном случае здесь то, что для славянцев очень интересно поэтическое, как бы постмодернизм заявил о себе очень интересно, очень свежо в поэзии прежде всего, а не в прозе, потому что у них была в большей степени вторична. Третья глава называется творческая интеллигенция и блокадная революция и дальше три персоналии Дмитрий Рутелл, Тонне Павченко и Тонне Претна. Я оговариваю этой главе и, соответственно, и сейчас должна обратить ваше внимание на то, что это очень субъективный выбор этих персоналей. Славянская творческая интеллигенция сыграла огромную роль в демократизации общества и в обретении славянной суверенитет. Фактически предложения по изменению национальной конституции были впервые опубликованы в литературном журнале. После смерти Тита в 80-м году славянцы решили, что им нужен новый демократический журнал. Обратились за разрешением два года и в первую выжили. В 82-м году открылся журнал, который называется «Новая ревия», который существует до сих пор и учреждали его два поэта, два прозаика, один литературный и один философ. Очень такой набор. В 87-м году в 57-м номере этого журнала были опубликованы предложения к национальной программе и изменению национальной конституции, республиканской конституции, в которых Словения брала на себя право выйти из состава и государственной федерации. И в данном случае так случилось, что с двумя из выбранных персоналей я просто была лично знакома. Дмитрий Рубин был очень крупный славянский писатель, а впоследствии политический деятель, ушедший на покой в ранге министра иностранных дел, лежавший сюда, кстати, в этом здании в свое время. Постоял у основ многопартийной системы современного Словения, и был бы главен Лизы и Девос, которая проводила первые многопартийные выборы. Дональд Ковчик, к сожалению, уже ушедший из жизни, совершенно великолепный славянский поэт, взрослый и детский, один из так называемых интимистов, один из тех, кто дебютировал в 1953 году в книжке, которая называлась «Стихи четырех». Очень талантливый человек, с очень хорошей поэзией, ну, может быть, это может быть интересно. Был в 60-е годы, когда был здесь в Советском Союзе, был представлен Амми Ахматовой, оставил Амми очень такие, конечно, в высшей степени, восторженные воспоминания, был представлен, был знаком с Восифом Броски. Нет у нас, к сожалению, доказательств, не получилось найти, но по одной из версий впервые стихи, поскольку Броски дал стихи, он эти стихи привез в Словению, перевел, но они не были опубликованы, озвучали на Словенском радио, и вот по одной из версий это что-то не первая вообще, не первая Броски за границей. Раньше вроде бы этого не было, но доказательства ищем. И, наконец, третий персонал Тона Фретнер, здесь немножечко другая история, он очень крупный славенский переводчик и стиховед, много занимавшийся переводом, прежде всего, такая, самая большая любовь была, польская поэзия. Я слушала, будучи студенткой, я слушала на его лекции в Люблянском университете на семинариях славянского языковой культуры, но непосредственно лично с ним знакома не была, а вот в 2010 году получила премию его имени, учрежденную для тех, кто популяризирует славянскую литературу и культуру в мире, наверное, еще поэтом не могла удержаться, но он очень был одаренный человек очень рано ушел из жизни и в данном случае мне он был интересен как такой переводчик и носитель прежде всего культуры перевода. Четвертая глава полностью посвящена 90-м годам, это очень трудное время, словецы, ну не только словецы, известный термин транзитивный 90-е, это время переходного периода, это время, так сказать, перестройки, трансформации, приспособления к новым условиям, и вот, собственно, об этом приспособлении и речь идет в этой главе. Дальше, пятая глава посвящена достаточно частотному явлению в современных литературах, оно есть и в русской литературе, тоже современной, это так называемый женский вектор, глава называется «Вокс Фэбелли», нарративная модель женского письма. После 91-го года ситуация с авторами женщины в творении очень резко изменилась, то есть их стало просто значительно больше. Более того, они даже, хотя здесь абсолютно нет, сразу оговорюсь, не как-то феминистка, я не исповедую эти общественные принципы, скажем так, но то, что, конечно, есть определенная диспропорция и то, что, если говорить о крупных литературных премиях, то после 91-го года три женщины-авторов получили, а все остальные мужчины, это, в общем, о многом говорит, но число женщин-авторов увеличилось практически до сорока процентов сейчас и есть среди них есть очень интересные авторы. Если говорить о истории, то первая, так сказать, славецкая писательница, это середина 19-го века, была такая Еси Пина Турнаграйская, которая прожила очень короткую жизнь, которая просто считается первой женщиной, которая начала писать романтические исторические полости. Дальше, собственно, ну, в общем, вся вторая половина 19-го века, вся первая половина 20-го, женщины-авторы были абсолютно штучным явлением, одной руки хватит, чтобы загнуть пальцы и назвать тех, кто был сейчас, эта ситуация совершенно, так сказать, другая, и причем, ну, да, мне нужно обратить внимание на то, что есть авторы, которые всячески подчеркивают свою женскость, они говорят, что они женщины-авторы, и проблематика у них соответствующая, и феминистическая в частности, тоже, и даже там, и избийская и так далее. Есть и те, кто, наоборот, очень не любят как-то там называют поэтессами и писателями и сходят из того, хотя, но все равно понятно, что тип женской, женская норрация, женский способ подачи, так сказать, слова отличается от мужского, ну, не знаю, всегда привожу такой пример, я очень давным автомобилист, но я всегда, если мне нужно спросить дорогу, я спрошу мужчину, потому что мужчина сформулирует значительно так сказать, лаконичнее и чёрче подоехать. Ну, сама себя тоже ловлю, на том же, когда меня спрашивают дорогу, я тоже почему-то объясняю, как это, очень многословно и явно совершенно не туда. Вот, есть, в этом тоже как бы есть определенная разница. Дальше, шестая глава, называется роман литературный контекст, абсолютно новых для словения и тем. Ну, могу остановиться на двух действительно, так сказать, новых. Первая, уже по сомпутируемой «Югославская Атлантида», связана с так называемым пост-югославским синдромом, с отношением к, так сказать, титовской и мугославии в современном обществе. Сам термин «Югославская Атлантида» был придуман, ввел в славянский обиход литературный поэт и эссеист Алич Дебеляк. И речь, собственно говоря, в его эссе и поэзии, тоже в большей степени в эссе, идет о удивительном, совершенно уникальном мультикультурном мугославском пространстве. Можно абстрагироваться от, так сказать, политической конъюнктуры титовской эпохи, но то, что это было совершенно, что вот эти республики, писатели и поэты, которых дружили, общались, переводили друг друга на языки свои, обогащались благодаря этому общению, это правда. И, собственно говоря, он-то, когда использует этот термин, он говорит о том, что это, так сказать, это вот культурный континент, который ушел под воду, поэтому это югославская Атлантида. Это вот одна тема, вообще, тема, так сказать, югослави, потому что очень интересно, там тоже существует такая вещь, которая называется юга-ностальгия, этим занимался, в частности, социологическим феноменом, занимался такой социолог славянский, которого зовут Великонья, он, в частности, через социальные опросы смотрел, какая ситуация там, ну, прежде всего, тита-стальгия, отношение к титу, там, и отношение к югославии. И вот, надо сказать, что, определенно, именно ностальгия есть. Она еще связана с тем, что они всегда вспоминают о том, что, когда была югославия, это была большая страна, с которой, которая имела вес в международной арене, с которой считалось, чего, как бы, сказать про те страны, которые из нее теперь вышли, довольно сложные. А вторая тема, второе направление, очень остро тоже стоящее сейчас в славянском обществе, это проблема иммигрантов, это проблема преследования, так сказать, не таких, как, но они называются чифуры, это, как правило, это, так сказать, идеалектизм, это, как правило, выходцы из бывших южных республик Югославии, которые живут, в частности, в Словении. Значит, понятно, что более молодое поколение уже как-то ассимилировалось, хуже всего старшим было, потому что они даже язык не учили славянский. И вот, собственно говоря, эта ситуация с тем, как, тоже очень интересный такой перевер, даже как, так сказать, славянцы, которые на протяжении нескольких веков были бы невольной нацией, были малым народом внутри Габскурской империи, потом Австро-Венгерской империи, боролись за язык, в общем, тоже были люди и второго сорта, вдруг оказываются в этой ситуации, ну, так сказать, белым в кобычках большинству. И точно так же оса смотрят на те, кто не такие, как они, хотя за их плечами довольно серьезный опыт. Это достаточно интересная литература, но в частности, назовут только одно произведение, может быть, поскольку его можно почитать по-русски, уже пробуют, это интересно. есть такой достаточно молодой, ему 40, потому что исполнилось, славянский писатель как раз боснийского происхождения, его зовут Город Войнович, он написал такую книжку, которая называется Чайфур и Вон. Чайфур и Вон это слоган люблянского, прежде всего, граффити, это такая надпись, которая довольно часто, ну, сейчас немножко меньше, а, скажем, 10 лет назад довольно часто встречалась в Библиане, и, собственно говоря, он рассказывает историю такого мальчика, который второе поколение, отец и мать, которого выходцы из Боснии, он живет в Библиане, и как он, так сказать, во всем это пытается вписаться, и он вообще оказывается между двух огней, потому что историю с Боснией, с войной последней Болганской, я думаю, все знают, Босния очень сильно пострадала во второй мировой войне, и не менее сильно пострадала во время этого последнего, так сказать, Игославского конфликта, и, в общем, это мальчик, который оказывается, ну, так сказать, чужим и на условной новой родине в Словении, и на основной родине в Боснии. Он небольшой, этот роман, его, в общем, стоит прочитать, может быть, только маленькое, в таком случае, маленькое примечание, хотя этот роман написан от лица славянского тинейджера и написан он разговорным языком тинейджеров, то есть очень большим количеством обсценной лексики, потому что говорят они, так сказать, и дети, и молодежь, в общем, говорят, это достаточно грязно, понятно, что с учетом, так сказать, нашей сейчас ситуации, перевод, очень хороший, кстати, перевод, тоже будет зашкрасывать как раз его делала, он сделан с учетом нашего 18+, поэтому читать это можно, это все-таки, так сказать, в некотором смысле, ну, там, такая редакция этого языка правильная, но это вот такой роман, который как раз поднимает острейшую проблему, существующую в словении до сих пор. Дальше, седьмая глава полностью посвящена современной словесской поэзии, с, так сказать, двумя такими полюсами. С одной стороны, я рассматриваю антологию, которая называлась «Песня от Фея», и с другой стороны, только что вычет эпос замечательного славянского поэта Бориса Анну Бак «Врата безвозвратности». Тоже очень коротко, но хочу об этом сказать. Значит, «Песня от Фея» это очень мецкозный славянский проект. У нас, например, такого еще не было. В 98-м году словеццы предложили, кстати, делая вот та самая новая ревия, о которой я уже сказала, это же но, словеццы предложили действующим поэтам своим словецким большого вокалического диапазона, там, старший был аж ветеран войны, а младшим был 32 года в этот момент, значит, там около 30 поэтов. Им было предложено из, так сказать, всей глыбы мировой поэзии выбрать 10 своих стихотворений и, так сказать, аргументировать свой выбор. И вот это такая достаточно толстая антология, которая представляет собой, как славянские поэты видят мировую поэзию, через что, через каких факторов. Это очень, надо сказать, занимательный взгляд. Могу только обратить внимание, что русская муза во всей книжке занимает там третье место. Сначала там англоязычные поэты, потом там французы, потом мы, потом немецкоязычные поэты, потом итальянцы. Вот так, если брать статистически. действительно очень интересно и при этом самый часто встречающийся автор русский, вы догадаетесь, кто? Интересно, что-то вы сейчас заслютите. Какую интерактивность какую-нибудь Альфея. Нет, нет. Есенин был очень популярен в Ярославии, да, это правда? Нет, нет. Ваяковский? Нет. Ваяковский, и Есенин, и Ваяковский там есть. Есть. Нет. Постой? Поэту нет. Это же поэты нет. Постой? Есенин тоже. Есенин тоже нет. Есенин вообще нет. Там вообще в России нет. Вообще нет. Там вообще в России нет. Возьмешла везде. Нет, они же выбирали. Это же была селекция. Поэт, Лермонтов есть, но он не самый, опять же, не самый частотный. Лермонтов есть, конечно. Какого века хотя бы? 20-го. 20-го. Постанал? А-а. Боевший? Нет. Постанал там тоже есть. Нет. На дочках. Самый-самый часток чаще всего там встречается вот выбранным просто автором. А там, в принципе, это практически, ну, можно еще говорить, там есть Мюшкин, конечно, Кольцов, есть Ахматова, есть Цветаева, есть, но они абсолютно не знают, вот вы сказали, Евтушенко, они совершенно не знают все, что происходило там. Они знают ни Самойлова, ни Воснесенского, ни Ахматулина, вот, все задачи нацброски. последний хронологический там по времени там просто. Ну, уже очень интересная антология, она, конечно, а, так сказать, на другом полюсе в этой главе тоже очень интересное произведение. это первый написанный на славянском языке эпос поэтический, который называется «Врата безвозвратности». Это три вот таких вот поэтических книжки, так сказать, Борис, Борис Аловак, современный славянский поэт, профессор Рубянского университета, стиховед, зам председателя славянского пент-клуба. Это его, он даже объяснял, собственно, что он хотел сказать, это его фактически, ну, так сказать, памятник национальной истории и своей семье, потому что это, в общем, рассказ, Борис Аковальевичу об истории славянина, международно, 20-го века и о своих родных. У него очень, конечно, ну, такое происхождение, он наполовину серб и отец его был, Анте Нуак, был партизаном, настоящим героем-партизанством, потому что спас в свое время их загружение, в общем, благодаря собственному мужеству, довольно большие партизанские силы во время во время наступления в Качевском роде. Это, ну, тут сложно, потому что для того, чтобы рассказывать об этом тексте, нужно что-то иллюстрировать его, к сожалению, я боюсь, он, конечно, не будет никогда переведен на русский язык полностью, потому что это, это в общей сложности больше 1400 страниц. Там, значит, 400-500 и там больше 700 третий топтус, это очень такой серьезный текст, но, тем не менее, это поэзия. И, наконец, последняя, восьмая глава, она, собственно, связана с попыткой дать такой обзор, небольшой анализ того, как развивается современная славянская литература ведения. Это в большей степени, ну, может быть, немножко еще перевода ведения, это же очень такой специализированный такой взгляд, не буду вас этим грузить, надеюсь, что в какой-то степени это будет полезно студентам, потому что там есть, так сказать, названия, которые могут им пригодиться. Кроме этого, в этой книжке есть предложения, и это в основном таблицы о том, какие существуют литературные журналы современные, какие существуют литературные фестивали, какие есть литературные премии, ну, и есть небольшая библиография славянских романов, соответственно, собранная славянцами же, появился воздушный ее публикователь в библиографии 2009-2012 годов. Вот, собственно, да, единственное, что, наверное, тоже довольно занимательно, это, конечно, ситуация с литературными премиями. До, значит, обретения независимости у славянцев было фактически три литературных премии. Была такая большая премия, которая называется премия Франца Брешера, имеет разные номинации, в частности, и вручают им за литературные достижения, была поэтическая премия имени поэта Елка и была драматурмическая премия имени Славка Горума. Ну, вот, если сейчас считать, то, как бы, премии увеличились в разы, и дальше просто такая, наверное, занимательная, может быть, статистика, опять же, значит, сразу после провозглашения Суверенитета в 91-м году центральная славянская газета Дело учредила премию, которая называется Крестник, премия за лучший роман года. Ну, там, у нас букер-антибукер, а у них вот Крестник, лучший роман года. И вот эта, так сказать, эта премия существует с 91-го года по настоящее время. Статистика заключается в том, что сейчас на первоначальном этапе жюри получают в год, вдумайтесь, в Словении где, так сказать, 2 миллиона человек, иногда до 300 романов, из которых потом производится селекция, и дальше вот они с определенного момента публикуют теперь шорт-лист, то есть они публикуют 10, 10, публикуют те романы, которые жюри отобрал в десятку, и дальше, значит, есть один, который получает этот самый крестик. Это очень-то очень. История интересная. Ну, вот, собственно говоря, если говорить об этой книжке, то это вот так. Я думаю, что правильно вывести какие-то вопросы, мне кажется, что... сколько у нас? В Словении какое? Любляна. Любляна. А вот если переводят, что у вас есть какие-то любые авторы, которые переводят переводные в смысле? Знаете, можно взять где? Вот смотрите, если вы повернете вот туда голову, вот там стоит на полочке, там стоит такая серия, которая называется «Словенские глаголы». Это серия славенских авторов, которая переводится, она переводится в последние, мне кажется, 6-6 лет. они в основном современные авторы, это, так сказать, их нужно. Я бы сказала, что самое интересное... Вот там можно будет посмотреть, они, в принципе, вышло сейчас сколько? 9, по-моему, книг в этой серии переведенных. Мне сложно, как бы сказать, мне очень сложно вам советовать, я нахожусь внутри и более того, являюсь переводчиком одной из этих книг и поэтому... Я переводила последний, я переводила «Страшно ли мне?» Я переводила книжку «Страшно ли мне?» «Варуши Крэссе». Это вот как раз такая книжка достаточно, в общем, женская, но на неженскую тему. Ну, ее можно прочитать... Гляньте, что дело... Сейчас как-нибудь попробую. Мне когда-то студенты не славянисты, а словисты, которым мы тоже читаем историю славянской литературы, славянскую литературу, задали такой вопрос, на который, честно говоря, я даже не знала, что ответить, потому что им обычно тем, кто не знает славянского языка, им дают список литературы, они читают на русском, переводы. Сейчас им дается список, вот дети прочитали и на экзамене мне ребенок говорит, да, конечно, но почему у них такая депрессивная литература? Что на... Ну, в определенном смысле, ну, да, это, в общем, вот вопрос как раз о крысе. Понимаете, это не... Это не развлекательное чтение, конечно, совершенно. И, так сказать, да и, в общем, и все, пожалуй, вот эти романы, которые сейчас переведены, они все не очень большого объема, но они, конечно, это совершенно нелегкое чтение. Ну, вот один, например, с моей точки зрения, очень интересный роман, не переведен, он еще ждет своего переводчика, может быть, дождется, по определенному, совершенно уникальный, подлогой славенец Владимир Бартон, который в 1938 году написал роман на славенском языке про ассасинов. Вообще, в Европе это был первый роман про... роман называется Аламут, про историю, значит, Сейдуна, про историю крепости Аламут и первой в мире, так сказать, школе наемных убийц, которая там была учреждена. Ну, он, понятно, стажировался в Сарбонне, начитался там Марко Поло в немецком переводе, если не ошибаюсь, где, собственно, упомянута вся эта история, написал вот такой роман, который, который, надо сказать, потом, ну, спустя, правда, почти 40 лет, во Франции был лидером продаж, когда его перевели и французский язык. А так, из классики, ну, Цанкара можно бы читать, если хотите, но Цанкар, это начало 20-го века, это такая, в общем, литература тоже, это тоже нелегкое чтение совсем. Да, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, вот раньше мой рик, я еще и советский, вынимаю, так сказать, в основном, все на них, и очень хорошие на них, познакомились через журнал иностранный, литература. Сейчас, вот, допустим, Малинки, то же Словения, Балкан, тоже так же проходят сначала через иностранную литературу, или сразу печатается, что ли? Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, очень сложная ситуация с иностранной литературой, ну, потому что, конечно, там все, что касается славянских литератур, и не только славянцев, это такой тоненький ручейок, который дал по возможности. Мы как-то стараемся, так сказать, чтобы они попадали, эти произведения. Ну, несколько рассказов там печаталось, иногда поэзия, туда современная славянская просачивается, но сейчас нет, сейчас вот скорее, если, так сказать, дай бог нам силы спонсоров, ну, вот этот славянский глагол, может быть, будем все-таки продолжать, потому что это все-таки серия именно славянских книг. Ну, серия вторая, которая тоже делалась здесь, на базе Родомино, это 100 славянских романов, там тоже находили романы славянских авторов. А это вот, собственно, серия специально славянская. Потом, мы еще могу вам порекомендовать, если вдруг интересно, там разные вещи, но когда два года назад, по-моему, НЛО издала в Сирии славянская драматургия, значит, первые вышли в два тома польских, потом, по-моему, вышли Словаки, и вот вышла книжка «Словянская драматургия», современная славянская драматургия, там, по-моему, порядка 10-12 пьес переведенных. Ну, пьеса – это отдельное специфическое, конечно, чтение, но там есть довольно занимательные, с моей точки зрения, вещи, это можно было почитать, но пока, к сожалению, ни один театр как-то на это не откликнулся, хотя, в общем, может, что-то из этого можно было выводить. В 90-х годах, понимаете, у нас какой-то произошел разверт для самой обыкновенной читателей, ни разницы, ни журналистики, не профессионал, есть экономист. И вот до 90-го года мы как-то, понимаете, мы имели представление через фильмы, через какие-то выставки, через картины об этих странах, как Балканах, там, Сербии, Словении, ну, понятно, да? А сейчас у нас вообще какое-то, если показывать по телевидению, то только Сербию, в связи с каким-то православным каком. Какое-то права у нас в этих странах. Ну, подождите, ну, смотрите, Словении, уже известно, две вещи. То, что Буш-младший перепутал ее с Словакии, мудрично, в свое время это было, так сказать, да? И то, что Российская Федерация проиграла Словении футбол, после чего, так сказать, тогда Медведев, по-моему, в общем, не пошел пить со словенским президентом, потому что это был редкий позор. Про это как бы известно. А так, собственно, вы знаете, ну, что можно сделать? К сожалению, действительно, последний раз гастроли Словенского театра в Москве были в 89-м году, еще перезарганы. привозили. Я не знаю, удалось ли сейчас в связи с юбилеем с автором ходили разговоры, привезти ему пьесу в Санкт-Петербург. Может быть, все-таки привезли, я просто не в теме немножечко. Но, в принципе, ну, что делать? Сейчас, ну, посмотрим, сейчас вот новый посол. Очень. Там ежегодная вот уже выставка, вот не даже там она была, но в Крище. Выставка актуальная в Ветеранской. Я тоже там бывали или же я когда была последний раз, я, по крайней мере, ну, так прошлась, в общем-то, здорово, и я хочу сказать, я не видела. Нет, там было, просто она специализированная была очень, там была представлена, есть там... бывает. Нет, значит, ну, во-первых, вот, скажем, чефуры были на нотфикшене, там, сколько-то и год назад, вот, Роман Гугодевича был представлен, а сейчас на последнем нотфикшене была презентация книжки, она специализированная книжка, такого славянского философа по фамилии Долар, вот его, эта книжка, переведена на русский язык, и презентация была, у него была большая открытая лекция, он делал ее, то, что раньше называлось театр Станиславского, там, в начале Горького, я забыла, как называется, Синяя, не помню, еще раз, электротеатр? Да, 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 вот так вот, электротеатр, вот так вот, и все, а потом на нотфикшене была презентация книжки, так что нет, в этом смысле, Долар? Долар, Долар, мат, это нормальный, по-моему, Долар. Долар.